итак парни я всех приветствую прошу вас посмотреть ролик до конца там будет много отзывов и также я смотрите в ссылке в описании будет предыдущей части получается три части я кину в закрепленном комментарии это будет самый первый комментарий который будет на этом видео также ссылки в описании те будет ссылки на те предыдущие отзывы в общей сложности 40 отзывов смотрите парни до конца ролик интересным люди разные машины разобработать кстати посмотрите в разных как объяснить в разных условиях кто-то с перегрузом кто-то с тонаром кто-то корабли тащит на владивосток тоже ролик будет то есть мои машины которые берут все работают в разных условиях абсолютно то есть поэтому смотрите очень интересно что люди делают когда берут машины мне самому интересно так это моя машина там свой под свои средства туда не вкладывал поэтому не интересно что с этой машиной будет много очень интересного и люди рассказывают так что смотрите все открыто все честно то есть ни слова влево не вправо на самом деле так что вот так вот и также еще раз повторюсь предыдущие три части получается отзывов будет в самом первом комментарии закрепленным и ссылки в описании приложу в общей сложности 40 машин так что парни не болейте самое главное идем дальше смотрите до конца все всем пока в этом выпуске я хотел бы показать людям до отзывы людей которые у меня брали машины которых нам обращались в этом ролике будут отзывы еще людей которые присутствовали при ремонте непосредственно потом замены моторов но в общем смотрите парни в этом ролике что будет и еще момент обратите внимание на людей которые действительно вот как они следят за машинами и какие у них машины да как кто следит за машинами как они смотрят и как они действительно эти машины ходят служат и им понимаете то есть вот разницу посмотрите после предыдущего ролика также хотел бы еще этот ролик посвятить своим дорогим любимым хейтером парни молодцы вы меня вывели на новый уровень я говорю честно если бы не выводите вот этой рубрики не было бы я бы также дальше бы работал это уже четвертая часть отзывов и в общей сложности получается на 40 единиц это немало поверьте мне это очень много я так считаю но будет еще я обещал 50 отзывов я сделаю то есть я как сказал и так и сделала также ролик смотрите мне один парень маленький так расскажу недавно вот просто видео получается где-то там на северах по моему где-то собирали detroit он мне на ватсап скинул ссылку на этот видео на это видео код 912 него какой-то там в общем но суть не в этом получается у меня скинул видео как там собирали detroit но это вкратце минуты за две нара пролистал его весь там такой был на троид на финише того цвета как такой не за как военный какой-то кого знаете такого цвета не было зелено такого зеленый зеленый такого такой цвет и вот типа он мне говорит смотрите бы как мотору типа собирают он мне говорит понимаете я ему звонил он не взял на по ватсапам прям позвонил ему не взял я ему говорю послушай говорю ну какой его расход этого мотора там говорю как он как тяга расход масла есть нету то есть как он работает как он тянет я говорю вообще чё за мотор каком состоянии какое давление я у него спрашиваю могу где я не знаю я понимаешь ты получается что ты мне хвалишь то есть теоретически собранный мотор да то есть он в теории понимаете данный показал мотор который в теории был собран но в практике то есть он не знает что за мотор понимаете то есть вот он мучить меня типа не какую читал типа сказал вы смотрите я не говорю что я лучший специалист может действительно парни лучше меня делают, то есть парни, я не говорю, что я прям соображаю, прям идеально делаю, там все идеально, там не знаю, нет такого. Может действительно они доточнее, чем я, понимаете? Но я ему говорю, ты докажи свои слова. То есть он хороший мотор, хорошо собрали, говорю, да. Расскажи про него мне. Расскажи про этих, как что ты можешь сказать про него, когда он просто это вот собранный, покрашенный, когда он не заводился, допустим, когда он не ездил, понимаете, то есть извините, там чуть простыл. И в общем вот так вот, я говорю, послушай, ты под нагрузку как мотор себя ведет, понимаете, там, ну то есть может сейчас через там много может что-то случиться, понимаете, собранный мотор, то есть он еще пока по теории. Поэтому, я ему говорю, пришли мне 10 моторов собранных этих людей, я ему говорю, пришли мне 10 моторов, что они собрали, и 9 отзывов пришли мне. Вы же сами мне говорили, Сергей, где люди, где отзывы, ты собрал все, я тоже так раньше делал, тоже, понимаете, то есть сделал, отдал, все. В принципе, довольный я поехал. А сейчас видите время какого, уже хотят люди, вот, а где люди? Я ему говорю, а где люди, которые мы собрали мотор? Покажи мне это опять, один мотор, говорю, это не показатель. То есть, у нас есть вот моторист, он через один соберет, как они говорят, люди, через один собирает, один хороший, один плохой, один хороший, один плохой, понимаете? Поэтому я говорю ему, ты, говорю, пришли мне, получается, видео хотя бы 10 собранных моторов, из них 9 довольных. Пускай один будет недовольный, я скажу, парни, молодцы, я жму им руку, такие же роботеки, как и я, в принципе, они реально, то есть, я скажу, вот это люди, даже если, может, это человек с их контор, даже я же не знаю, кто мне присылал. Пришлите мне, вот это я скажу, молодцы, действительно, вот, проехали там по 100 тысяч километров хотя бы эти моторы, там, сказать, что 100 тысяч проехало, проблем нету, да, то есть, грубо говоря, полгода, у меня полгода люди машины берут, и у всех там пробеги, там, в районе сотки, вот, насколько я знаю, там, 120 даже есть у меня один на полгода, за полгода накатал. Поэтому, вот такая ситуация, я говорю, пришли, и мне, говорю, то есть, говорю, я объяснил, что ты мне говоришь, хвалишь мотор, который в теории хороший, да, собрали, вроде там, все, там, я так смотрел, вроде там, ну, я сейчас за минуту, за полторы пролистал, собирают, рассказывают, так же, в принципе, как и я, да, то есть, ну, практики нету, то есть, сказать про него хорошее, никто не имеет права, и он в том числе, так что, дружище, присылай мне, опять же, присылай мне, я, как сказал, 10 моторов, 9 отзывов довольных, потому что один, у меня стабильно с 15 один недовольный, ну, опять же, недовольный чем? Вот, например, Якут, видите, чем недовольный? Все сделали, он недовольный. Есть там еще у меня недовольный один человек, Денис его зовут, там, лобовое было у него поцарапано, там, на сиденье, там, под чехлом сиденье было у него плохое, недовольный, понимаете? Там бампер по гарантии, мы ему чуть подтянули, на резбовый болты посадили, он недовольный, понимаете? Ну, то есть, люди недовольны, мы могут по разным причинам, но, опять же, пускай 10 моторов, 9 довольных, 1 недовольный, я скажу, красавцы, парни. Так что вот эта рубрика моя будет теперь, я думаю, регулярно. То есть, мы сделали, машина есть на канале у меня. Через какое-то время, через год, через полгода, через сколько-то времени отзыв этого человека, я буду добивать его, чтобы он мне отзыв отправил. Потому что, есть люди даже у меня, которые, они работают, проблем нет, они говорят, Сергей, не хочу париться. То есть, мне устраивает, я работаю, не хочу ничего. Вот такие люди тоже есть, но их мало, конечно, но есть. Поэтому, машина сделанная и через какое-то время отзыв клиента об этой машине. Вот это будет самое честное. Люди будут видеть все и все будут знать. Так что, парни, приятного вам просмотра. Мне не присылайте никаких видео, там, не надо мне никого хвалить. Может, парни и хорошие, не надо мне, опять же, без практики. Это все машины, это же я, который собираю машины, понимаете. Я человеку, который в теории, эта машина, то есть, должна работать, должна. Но когда уже пройдет какое-то время, тогда мы поймем, понимаете. То есть, это огромный механизм. Я даже, когда мотор собираю, парни, там, это очень, там, как садится бугель коренной, он плотно садится или нет, там. Эти гайки на шатунах всегда смотрю, потому что резьбы потянуты, понимаете. Потому что предыдущих клиентов, кто делал, да, как бы мотор, они берут, ломами тянут это все, понимаете. Резьбы тянут. Поэтому, что там, собрать, потому что вдруг затянуло-то, там, кто-то невнимательно. И шатун открутился, и что-то мотор мне хвалит. К примеру, говорю я, да, не дай бог, конечно. Поэтому тут очень, это огромный механизм, который возит тяжелые грузы. Поэтому не надо мне этого хвалить. Вот так что, вот так вот. Ну все, парни, приятного просмотра. Не болейте, самое главное. Остальное все мелочи жизни. Так что, вот эта рубрика будет. Я смотрю, я закинул этот, хотите, не хотите, но все были за, я поэтому этот ролик выкладываю. Я понимаю, что многим это неинтересно, но придется это видеть, потому что это моя работа. Откуда-то работаем, все, телефон мой всегда, он с 2006 года не меняется. Звоните, то есть я всегда на связи. Переходим, кстати, на новый уровень, вам так скажу по секрету. Связываются со мной организацией, потому что они все поняли, как они говорят, новые машины, там, по гарантии, это все, говорят, фуфло, лизинг берут, они не работают, посты на сервисе. Ну, машины не работают. Европа, вот эти КамАЗы, только они мне как раз сами рассказывают, понимаете? То есть, выходит на, как бы просят у меня уже, там, Сергей, давай по одной машине будем пробовать. Поэтому, как бы переходим на новый уровень, и парню, который мне из Чикаго звонил, по Каменцу 14, чтобы я мотор собрал и отправил ему в Америку обратно, скажу, что сейчас я уточняю по поводу отправки в Америку мотор. То есть, он позвонил мне, говорит, Сергей, чтобы я собрал здесь мотор, и отправил ему обратно в Америку. Он, говорит, во Флориду, а он с Чикаго поедет 2000 километров во Флориду и там заберет этот двигатель. Так что, говорит, в Америке там нет мастеров, собрали мотор, ему там мучается он там. Ну, в общем, сейчас я пока уточняю по поводу отправки мотора в Америку. Посмотрим, в общем, Если сейчас наладим, то можно на Америку Думать его отправлять Все, друзья, всем пока, не болейте Самое главное, смотрите отзывы Всем приятного просмотра, смотрите внимательно, парни Как люди смотрят за машинами Как люди следят за машинами и какие у них машины Обратите внимание и смотрите на них Глаза, они блестят, когда они любят эту машину И тогда она будет им работать Все, парни, не болейте Да, друзья, всем добрый день Точнее у нас вечер уже Делал обзор автомобиля Фредлайнер Это наш автомобиль, который мы продали человеку Вот парень, зовут его Сергей В общем, он приехал к нам спустя 8 месяцев Да, 8 месяцев Приехал уже, гарантия закончилась Но я обещал этому человеку Поменять редуктора, подобрать, передать Потому что у него она была тяговая Мы поставили более скоростную Сделали ему трассовую, скажем, тоже скоростную Сейчас мы проехали, сколько там у нас на Полторы тысячи это сотка До этого было, наверное, тысяча восемьсот До этого было полторы тысячи До этого было, по-моему, 85-90 Ну да, вот Ну, в общем Подобрали ему, сделали, в общем, передать Остальное число Вот такой красавец Фредл Спустя восемь месяцев Сейчас покажу Машину эту вот так вот, хоть более-менее Салон парень поставил сюда Вот такие сидения Как выход с положения парня Смотрите, как парень следит за машиной Не только зависит от меня еще, друзья мои Еще зависит от самого покупателя Состояния машины Вот, смотрите, сидения какие-то Он поставил С какой машины сидит? С Hyundai Solaris Смотрите, какие сидения С Hyundai Solaris Вот такие сидения Четкие вообще Вот такой салончик у него Уютненько, чисто Пахнет, приятно Дверь открываешь Следит за машиной Что могу сказать? Сейчас покажу сзади Кстати, это мои идиоты Фонари такие работают Кстати, вот Это я ему сюда ставил эти Слышку выключу Вот фонари как светятся Сейчас мы сделаем Такой маленький Отзыв Пускай парень скажет Все как есть Честно, мы не готовили Ни речь Не говорили Дарил от нас как есть Путю машину Я довольный, блин, ну просто Я не знаю У меня даже слов нет Все работает Все Кодовая отлично Я вот проездил Проблем нет Ни с мотором Ни с мотором Ни чем Сделали диагностику Сделали диагностику И могу сказать тоже Сергей молодец У меня турбина Стрельнула Но это не его вина Это вот как бы Ну получилось так Сергей сам достал Как сказать Помог И Я платил Сервис нашел И все Я платил турбину Я евакуатор Нанял Меня тащили И все сделали Турбину я оплатил Да Был у нас случай такой Ни с того ни с сего Турбина была Ну как бы не новая Но Вот так вот По гарантии я сделал Зато сейчас проверили Диагностику Сделал Я турбину надуваю Это у него 30 На холостых раздувается Мы настроили спидометр Потому что мы поменяли Передаточное число Мы поменяем Вы настроили Вы убрали Хочет лимит Убрали Скорость Сейчас он будет Без лимита Да Серега Попробуйте догонить Да Очень Плотный Фред Очень так Плотненько едет Сейчас наверное Может даже Заведи И послушаем И Как мотор работает Послушаем Спустя 8 месяцев Приятно же Когда человек следит Правильно Вот так он работает У него коробка 13 Мосты Уже Мосты Длинные Да Помните Я рассказывал Про эту машину Мосты База удлиненная У него Вот здесь Сейчас покажу Видите У него Ресора С этой стороны А не с этой Как обычно У всех И у него колес Вот так Кто зайдет Между своей машиной Спокойно Да Колодки подводить Просто идеально Мернул Ну и все парни Вот так вот Отзыв Вот так вот Автомобиль К нам приехал Спустя 8 месяцев Приятно Когда парень Адекватный Нормальный подход К машине Показываю давление На холостых Он прогретый Видите 35 Работает мотор В принципе Вообще четко Он говорит Я ничего делал Абсолютно Как турбина Поменяли Это я Опять же По гарантии Было это Полгода И все Ну все Вот так вот парни Чем я бы сказал А ну включи Туманки Серега Это же мои туманки Беленький красавец Друзья Он был раньше Синий А вот Серега Пришел Заказал нам Цвет Помнишь Он уже синий был Хочу ярко-белый И вот прям Белее снега Ну все Все друзья Всем пока Не болейте Самое главное Кто хочет машину Заказывайте Советую Слушай Здесь купить Чем блин Потом купить И блоки кусать Есть таки да В твоей практике У меня есть знакомый Который купил И просто Шокер Кстати скажи Что ты еще Посоветовал Ж этому Да Я советовал Серега Оранжевого Закрал Да Он тоже Серега Оранжевого Фреда Покупал Все друзья Всем пока Не болейте Самое главное Такой красавец Беленький Вообще Очень красивый Все всем пока Добрый день Друзья Коллеги Это моя Вольма Моя машина Вот Два года Назад я Менял Двигатель На ней Был у меня Камень С пятнадцатый Конечно Я Измучился С ним Он дорогой Двигатель Вот Два года назад Я поменял У Сергея Поставил Детройт Двенадцати Семь Безе ЕГЭР Мотор Простой Лично Моё мнение Мотор Хороший Вот Ставил Устанавливал Сергей Нелегко Было Так как У меня Коробка ЗФ Мерита Автомат Вот Ну Я Я Его Не Привязывал Ну Примерно Где-то Полгода Назад У Сергея Сергеевича Взяли Эту машину Двигатель Соответственно Как вы все знаете Полностью Капитален Что могу сказать По поводу машины Машина полностью Полностью Улетворила Все ожидания Двигатель Работает Как часы Да Конечно Были проблемы Не сразу Но в процессе Эксплуатации Был заменен Энергач Задний Потом Выше устроя Клапан управления Прицепом Под кабиной Которая находится Это мы все знают Мы не стали Ставить такой же Мы Советуюсь Не знаю Правильно Неправильно Это как бы Может кто-нибудь Скажет свое мнение Мы его заменили На клапан Ускорительный Обычный Мазовский клапан Поставили Подсоединили В принципе Проблем никаких нет Что еще Ну Да в принципе Такого ничего явного нет Обычные Расходники Это соответственно Полгода эксплуатации Сейчас подходит Уже колодки менять Будем колодки Менять По кругу Да Еще Заменили Гидромуфту Да Гидромуфта У нас Не включался Вентилятор Заменили Все Соответственно Пошло Но опять же Это Процесс эксплуатации Машина не стоит Машина двигается Машина зарабатывает Деньги В принципе Я очень доволен Хочу Плагодарить При случае Соответственно Если мы Все у нас Делах И пойдет Хорошо Обязательно Обращусь Еще раз К нему Благодарен Спасибо ему Машина Полностью Удовлетворила Наши ожидания Всем доброго Время Хотелось бы Поделиться Видеообзором Данного Автомобиля Купленный Четыре Месяца Назад У Сергея Сергеевича Как бы Что хочу сказать По технической части Мотор Без нареканий Были нюансы Конечно С компрессором Но я ему Позвонил Договорились О встрече Нам его Ну как бы Мне его Он перебрал Ставил оригинальные Запчасти В моем присутствии Потеков Масла нету Мотор сухой Как бы Есть нюансы Еще Поэтому Автомобилю Там седло Подстукивает Ну Я с ним Договорился Как бы Сейчас я в рейсе Приеду с рейса Он поставит Ремкомплект Переберет седло И в принципе Машина огонь Покупкой Доволен Как бы Сделано Все что говорил То есть Сделал Как бы Сергея Сергеевича Я думаю Можно работать На все вопросы Отвечает Сразу Вперед Автомобиль Мне очень нравится Данный автомобиль Купил у Сереги Кому Четыре года назад Четыреста тысяч Пробежал Машина нравится Проблем нету Поменял Помпу Один барабан Ну так По мелочелке Пробежал Уже Четыреста тысяч Самобиль Нравится И все Итак друзья Всем добрый день Делал обзор Интернешнала 2002 год Это мой автомобиль Был продан мной В Ростовскую область Ну в районе Двух лет тому назад У меня есть ролик Этой машины На канале То есть Когда мы отдавали его Вот такой вот Интернешнер Смотрите Уже с прицепом приехал Маленькую Тошку сделали Там Левый кулак Поменяли На тормозном валу Ну так Мелочевка Поворотник Купил у меня Вон на этом Сейчас покажу Вот он Обломанный На жабре Вот такой Интерочек Люди брали Эту ему установку Мы ему ставили Кстати Под гидравлику Мы ему устанавливали Он таскает Самосвал Вот такой вот Смотрите Уже он купился Новую резину Резина не моя Стоит На передок Новые колеса Попил Смотри Молодец Парень денег На него не жалеет На самом деле Хозяин Номера хорошие Вообще Ну расскажи Вот вы как раз Водитель этой машины Расскажи Как тебе Интернешнл Как вообще Америка Нравится Нет Да машина Неплохая Чуть-чуть Не хватает Ему шумки Шумки Да Ну так Допустим Сравнивать С Европой К примеру По устойчивости По качеству Европы Это комфортное Евроведро Евроведро Да Ну Интерочек С Детройт Друзья Самое главное Там машине Стоит Детройт Кстати Я хотел показать Сейчас я вам покажу Еще Как стоит мотор Чтобы вы видели Мотор На Интере Вот меня спрашивают Как поставить Он лежачий Видите Здесь Интер стоит С завода Парни Вот так вот Видите Он по относительной Балки Он лежит на правую сторону Давай откроем капот Покажем мотор Вот он двигатель Видите Как на Интере Стоит мотор Он наклонен В правую сторону Мы когда устанавливали Вместо камер На один мотор На одну машину Он не помещает Вот в эту шахту То есть Если его ровно ставить Он упирается Клапанная крышка Вот сюда К кабине То есть Вот так вот Поэтому он лежит Завода В правую сторону Люди многие ошибаются Устанавливают его ровно Потом вот этот вентилятор Они не могут установить То есть Скажем Ну Диффузор Он упирается Вот сюда Но я понял Что не родной Но все равно Он смещен Видите По диффузору Он смещен вправо Когда мы делали Первую машину Этот Интер Кстати у меня еще был Я с него В общем Все эти размеры Как двигатель завода Стоит Я с него Все размеры брал Под каким углом Он стоит Как он стоит Я брал конкретно На интернешнл С него У меня записи Лежат до сих пор То есть Как мотор стоит На заводе На Интере И мы по этой схеме Сделали и другой Интер Мы на синего Ставили Тоже обзор Есть этого синего Интера У меня На канале Вот так вот Ну друзья Вот такой Интерочек Что могу сказать Вот в принципе Парень молодец Следит за машиной Сейчас мы спросим У водителя Советует он Брать людям Американцы Или нет Слушай Дружище Что там Советуешь Американцы Брать Как ты Советую Хорошая машина Меня устраивает На курсе Конечно товарищей Нет Но меня полностью Устраивает Да Я тоже так думаю Все друзья Всем пока Вот такой Интерочек Я честно Мне Интер очень нравится Очень прочная машина Очень Все друзья Всем пока Итак друзья Добрый день Снимаю обзор Автомобиля Фредлайнер Забираюсь в рейс ехать В Екатеринбург Вот такой у меня автомобильчик Покупал я его у Сергея С Кавказской Что могу сказать Честный обзор Это в салоне Такой он у меня Все это Так Сейчас Мы идем в улице Покажу Погода на улице Сырая Так что машину я не мыл Перед рейсом Смысла нету Ему мыть В общем ребят Что могу сказать Машина хорошая Не подводит Работать можно За такую цену И скажем так То что Сергей на них делает На этих автомобилях Ну Я скажу брать Можно Ходовую он перебрал Мотором заглядывал Как бы нареканий у меня к этому нету Да Есть свои мелочи Ну без них никуда Они всегда будут Машина не новая Тоже правильно Идеальных машин не бывает Потому что идеальная Только новая А так вот пожалуйста Рабочая машина Денюжку приносит Денюжку приносит То Скажу так Сам даже думал о том Что Где брать машину Искал в интернете В ютубе лазил В этом Во вторую В авито Везде Смотрел много Но все таки Я остановился на том Что я Куплю Сергея Машина была синяя Он мне полностью Все перекрасил Очень много сделал Так что Большое ему спасибо Так что ребята Советую Так друзья Всем добрый день Делаю взор автомобиля Фредлайнер Центурик Второго года Это тот автомобиль Который мы собирали Двигатель на нем Это тот автомобиль Который человек купил Там через месяц У него Ну через 8-9 тысяч Получается И мотор лег Он загнал к нам Тоже с ютуба Люди Приехали Вот Сейчас приехали К нам Мы там Посмотрели кое-что Там хомутики потянули Кое-какие они Радиатор снимали Там подкапывало Поменяли хомуты Тоже Чуть после них Скажем так Ну суть не в этом В общем Смотрите Вот такой автомобиль Вот он Центурик Вот такой реф Он что сгружен Едет на Екатеринбург Хотел оставить отзыв Водителя непосредственно Кто не ездил до ремонта Кто ездил на ней После ремонта Сейчас ездит Ну расскажи Парень зовут Дима Да? Да, Дима Дима зовут его Скажи, Дима Вот вопрос такой Как машина ехала До ремонта С грузом И вот после ремонта Есть разница Честно говоря Как вот людям реально Ну как бы едет намного лучше Легче Даже как бы Он уже едет на Екатеринбург 23 тонны груза Так На нейтралке Кстати Смотрите Он аккуратненький Такой И салон Парень аккуратно Следит за машиной Молодец Так 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 он работает Сейчас покажем его давление Он уже чуть прогрели Мы его чуть-чуть Совсем немного Конечно Он уже в воздух накачанный Стоит Сейчас покажу Звук настоящего Детройда Сейчас покажу Глушитель его Сапун Сейчас покажу Глушитель Глушителя Вот такой вот Центурик Вот такая сборка была Мотора Ну скажи Дим Доволен? Честно скажи людям Доволен? Очень А почему тогда Что-то Сразу у меня машину не купили Потому что не знал Да он Честно не знал Вы знали Когда автомат Да Даже в Оренбурге Стоял Люди Сидали Когда давали То есть в Оренбурге Даже о тебе Уже знают Это ж хорошо Ну все Вот такая сборка мотора Вот такой вот Небольшой отзыв Дальше Больше Друзья мои Вот такой Фред В принципе Фред Еще конечно Требует Внимание Тут своим глазом Кидал Там и колодки Не колодки Впереди Отсутствуют Так работяга Что могу сказать Будет работать Все друзья Всем пока Смотрите этого Фреда на трассе Не болейте Самое главное Спасибо за субтитры Итак друзья Всем добрый день Вот встретил Старых друзей Которые покупали У меня фредлайнер В каком году Оно напомни В 2017 году Люди брали у меня Фредлайнера Фредлайнер Коламби Был 3 года Да 3 Да 12 мотором Ну вот люди брали У меня фредлайнер Они работали Под негабарит Правильно Брали Прицеп негабаритный Фотки мне скидывал Как они грузят Корабль Ну вот Встреча спустя 4 года Да 4 года А мы случайно Ехали мимо Давай заедем Узнаем Ну вот В общем встретились Приехали Ну скажи ладно Как мой фредлайнер Для начала Ты взял В 2017 году Как он себя повел То есть вы загрузили корабль Да Не ну он Мы поехали на Владивосток Мы отсюда груз взяли Этот Экскаватор До Челябинска Челябинска Горноалтайск Да С Горноалтайска В Омск В Омске Мы грузим этот корабль Там он под 40 тонн 38 или 39 тонн Сам корабль Только 39 тонн Ну и в негабарит Он длинный Там 37 Я тебе видео Скину Сколько метров он Ну около 27 метров Сам корабль 27 метров Да Он торчал получается Еще много У нас свет большой Там с вентилятором С профеллером Я Григорьевичу говорю Говорю давай наверное Двигатель за этот Заводить будем Чтоб быстрее Ветром нагоняло сзади Ну нормально Мы доехали Доехали Я чего удивился Вот представь Под таким-то ножом Такое расстояние То есть Если брать грубо Отсюда По мелочи Убрали 12 тысяч километров Но мы перед этим То его сделали 12 тысяч километров Он под большим грузом Прошел И во Владивостоке И во Владивостоке Мы даже 100 грамм масла Не долили Вот 5 литровая канистра Как была Надолел Так она неизрасходованная И осталась В общем фредом Ты доволен Конечно Мы поэтому Заехали поблагодарить Ну все Туда человек Ролик мне скинет Как он тащил Этого корабля Друзья у меня Кискилла фотки Когда помнишь Только загрузил Ты мне скинул фотки Я с тебя и говорил Говорю Смотри Что будет Делать И кстати Вот этот По перевалу Култук Там За Иркутском Есть перевал Култук Такой длинной фигней Григорьич у меня на сопровождении был На легковой машине С металками впереди Ну прорвались нормально Просто сработать Что задушили Да? Нет Нормально Нет Вообще То есть перед Это не габарит То есть Чуть как-то Сложнее стало Сейчас просто сложнее Везде эти рамки Там все такое Прочее Оно даже Если где-то у тебя Что-то не срослось Там на 5 сантиметров Тебе в автомате Сразу штраф приходит И Все Да Ну все Друзья Все Тогда вот такое вот Видео я выложу Это видео Посмотрите в ютубе Я тоже человеку скину Это видео Мой канал Подписешься на меня Правильно И видео Жду от тебя Тогда ты мне кинешь Фотки Видео Все хорошо Я не кинешь Что осталось Да Потому что телефон терял Много Видео ушло Вместе с телефоном Вместе с телефоном Но осталось компьютеры Все Тогда накидаешь Я выложу Это видео Все Все Давай Пока Давай Удачи Итак парни Всем добрый день Вот сегодня Такой солнечный У нас день Делаю обзор Фредлайнера Так вы знаете Обзор И в то же самое Отзыв человека Мне просто люди просили Сергей Покажи людей Кто там Клиенты Кто приезжает Кто Как сборка идет Как собирается машина Чтобы люди тоже знали Все это по каналу По ютубу Понимаете А людей Как правило Мало И люди просят Сергей Покажи людей Кто берет Как такие отзывы Хоть будут знать Вот Александр зовут Парень приехал к нам С Казахстана Он переезжает в Россию И вот сейчас Он так фраз Будем задать вопросы Честно Речь не готовили Парни Просто взяли Включили камеру Говорить не умеем Говорить не умеем Да Честно Вот такой Открытый Честный отзыв Смотри Александр Скажи пожалуйста Вот Вот то что мы на машине делали Почему ладно Выбрал вообще Вот аварийную машину Вот такой Почему он же был аварийный Ну Что-то зацепило Вот понравилось мне В этой машине На самом деле Не знаю Получилось То что мне Что то что я хотел На самом деле То есть изначально Мы зашли с ним на территорию Была очень страшная Да Была страшная Он говорит Хочу именно вот эту Я думаю Как вот эту Ну Она стоит битая Там бочина помятая Там Ну есть ролик Этой машины Как он был Выбрал именно его Ну на принципе Видел Другие работают Скажи Кстати Сколько моторов При тебе собралось Вот примерно Давай посчитаем Ну только Три мотора Поменяли А именно Сборка Что я собрал При тебе Это какие машины Давай Машин 5 Машин 5 По тебе Чужим Собрали Это Синь Мотора Чисто Рыжий Рыжий Синий Синий Были машины Да Подожди Еще какая Вольва Вольва Какие-то еще Синий Вот этот еще Который в Ингушетию Синий Который Моторов 5 В общем Человек присутствовал При сборке А В Томск Уехал Это же Витя В Томск Его мотор Видел В общем Сборку Многих других Моторов этот он видел двигатель получаться не собрали мы а головку ставили при тебе первый запуск был при тебе да да вот так вот ну как тебе наша работа скажи доволен машина вот это вот скажи прокатился да то есть человек потом скажем честные отзывы до существу по прокатанной работе согласен просто парень честного такой по пластику просто просит у меня пластмасс который как бы у меня очень мало как бы поэтому так что поэтому как бы я по пластику от меня требовал ну собрали максимально все делали каприз как он хотел на финиш получил машину которую ты хочешь за тебе ремонта что мы сделали по качеству по сообразительности на меня там как я соображаю соображаю там кто делаем тебе нравится то есть не был такой вопрос был такой вопрос который ты знал я тебе не ответил что как должно быть только если сирога есть пластик нет а так в принципе все нормально ну вот этот пластик вот на пластик вот он жадный человек на мотор его не жадный а коробки не жадный а вот на вот мелочь мотор скажу все на оригинале при тебе смысле да все предложили со мной ездили к оптовикам забирали все оригиналом собирали да это так и есть так что парни вот такой вот отзыв как бы человека просто мне отзывы есть много отзывов кто вот ездит кто присылает месяца вот в этом ролике тоже будет все там еще девять машин параллельно вот который прям при сборке присутствует почему присутствовал он немало времени понимает здесь два три месяца жил до минимум да да я здесь жил потому что может быть я зануду да ну в общем совокупность слова но получилось то что я хотел на самом деле мне все нравится да там есть какие-то мелкие недочеты но я думаю что все это сейчас да да основной в принципе сделано мотор как работает вот расскажем что поехал в прицеп забрал же да сколько километров 700 проехал да вот он забрал вот и древко американскую поехал ходовку тоже переборяли там ходовики ну всего такой вот отзыв честный парни вот такой френд лайнер как истину расскажем позже да как теоретически до теоретически сейчас до практики правила мало теперь 700 километров теоретически все то сделано капитально как ты хотел есть маленький но это все уладит мы сани дадим нара погоняла саня пластмасс ну все парни вот такой вот отзыва такое вот видео обзор вот такой автомобиль на самом деле получил с того что было это просто очень классный автомобиль на самом деле ну все парни все пока саня видеть даже люди казахстана к нам приезжают и принципе нормально совсем пока не болейте